Для вас работает комментатор Сергей Мещеряков. Начнем обо всем по порядку. Только что прозвучал здесь на стадионе гимн Российской Федерации в исполнении Льва Лещенко. Ну а сейчас вы видите картинку на ваших экранах. Весьма симпатичную картинку, которая предваряет нашу сегодняшнюю трансляцию. Составы команд в графическом отображении были, то есть расстановка футболистов на поле. Ну а мы сейчас познакомимся с составами. Разумеется, всех очень интересует, в каких составах сегодня команды вышли на поле с учетом соответствующих заявлений тренеров перед началом этого матча. В общем-то, нельзя сказать, что обе команды прямо-таки в соответствии со своими заявлениями горят желанием полностью выказывать свой потенциал на этом матче. Но, тем не менее, были соответствующие договоренности достигнуты между руководством российского футбола и командами. Тем, чтобы оптимальные составы на этот матч открытия сезона были выставлены, вопреки всяким планам клубов на предстоящие матчи и международные. Я имею ввиду, прежде всего, локомотив, но и на открытый сезон от всего. Что касается ЦСКА, то надо сказать, что в любом случае команда горит желанием взять реванш за выражение в золотом матче. Ну а у локомотива были несколько другие планы. Так или иначе, мы сегодня видим сильнейший состав локомотива на данный момент. И пока по-прежнему мы в деле по-настоящему этого футболиста не видим. Попов опасно и очень спокойно, подчеркнется, спокойно действует Сергей Орчинников, он же Сергей Иванович, он же босс, голкипер локомотива. Ну, историю, традицию называть голкипер локомотива Сергеем Ивановичем, то есть по имени-отчеству, наверное, многие знают. Именно таким образом его представляли в португальском чемпионате, когда он играл в этом первенстве. Поскольку в Португалии принято называть футболистов перед началом матча полными именами. И, в общем-то, очень многого ждут от этого игрока. Если Ерошек не оправдает надежды, в общем-то, он рискует попасть под шквал критики. Болельщиков удар по воротам опаснейший момент. Вот сейчас Алан Кузов имел возможность открыть счет в матче. Наконец-таки мы увидели по-настоящему голевой момент возле ворот одной из команд, в частности, возле ворот локомотива. Очень хорошая атака удавалась СССР. Затем последовал навес, обостряющий эту атаку. И Алан Кузов в падении головой бил. Еще один удар Апчинников, по-моему, гол был. По-моему, мяч оказался за линию ворот. Но мы сейчас увидим это на повторе. Судья не придерживается такого мнения. Еще раз смотрим на вес, на ворота. Удар Гусева. Нет, все-таки мяч в линию ворот не пересек. На этом повторе все хорошо видно. Там немножечко был другой ракурс. Изначально камера общего плана. Ерошек. Диновский. Сам будет бить удар по воротам. Мяч проходит рядом со штангой. Ну что же. Для болельщиков ЦСКА вполне оптимистичный первый тайм. Теперь уже ни для кого не секрет. Для всех совершенно очевидно то, что в этом матче ЦСКА имеет преимущество и имеет основание. ЦСКА идет вперед и угловой. Опасно. Гол. 1-0. 1-0. Иржи Ерошек. Иржи Ерошек открывает счет в сегодняшнем матче. Итак, ЦСКА все-таки, что называется, добил локомотив в первом тайме своими бесконечными атаками. И совершенно заслуженно открывает счет в матче. Обчинников там, похоже, получает травму. Сюда потому, как он лежит на газоне. Весьма неприятный для него случился эпизод. Там было сосновение. Ну, а Иржи Ерошек весьма успешно дебютирует в составе ЦСКА. Смотрим еще раз угловой. И что же там произошло? Вброс головой на дальнюю стангу. Борьба в воздухе. И похоже, что с собственным футболистом Евсеевым сталкивается Сергей Овчинников. В борьбе похоже на наигранную комбинацию. Ерошек здесь совершенно ни при чем. Применительно к полу Ковчинников, к слову, к неправильным действиям против Ротаря. Это Евсеев сталкивать своим голкипером. А Ерошек по правилам абсолютно забивает мяч в ворота. Хотя голкипер Локомотива пытался там указать в суде, что были неправы футболисты ЦСКА. И грозит кулаком армейцам Овчинников. Возможно, даже кому-то конкретно. Ну, не знаю, насколько имеются основания у Сергея Ивановича для таких вот действий. Внимание, вспомним от Локомотива и Штанга! Ох ты, что творится-то! Такая пошла игра уже в концовке первого тайма. Показалось сначала, что положение вне игры там было. И что сейчас судья остановит матч. Однако Бузникин по правилам, как выяснилось, выходил к воротам. Пробил мимо голкипера, попал в Штангу. А мог счет сразу же сравняться. И таким образом осуществилась бы мечта о быстром месте армейцам Овчинникова. Сергея Овчинникова, голкипера ЦСКА. Голкипера Локомотива. Тем временем голкипер ЦСКА уже Вениамин Мандрыкин оказался на газоне. И тоже похожа у него травма. Но действительно очень серьезный такой футбол пошел. Команды принялись действовать, что называется, по-взрослому. И сейчас уже имеется основание для того, чтобы Ласьков. И пас на Бузникина опять опаснейшая ситуация. Сам пойдет в облоку, видим, Бузникина. Так и есть опаснейшая ситуация. Удар! Жулио Цезарь! Еще удар! Нет, не попадает мяч в ворота. Не попадает мяч в ворота. Предъявляют претензии там к арбитру футболисты Локомотива. Ну вот, видимо, что-то там Евсеев углядел. Вот, по какому поводу предъявляются претензии. Борисов Локомотива считает, что были нарушены правила здесь, в этом эпизоде, против Евсеева. И что должен быть в финале. Поэтому получилась вот такая беззубая комбинация. Хотя продолжение у него могло быть другим. А это вот Ласьков уже. Какой хороший пас он сделал из своего партнера. И вот он, Мандрыкин, ногами выбивает мяч. Ласьков вступает в борьбу. Мне показалось, что был подкат сзади. У арбитра на этот счет другое мнение. Рад Измайл сыграл нестандартно. И сразу получилось обострение. Вот, посмотрите, момент. Удар поворотом. Да. Было пространство, можно было идти вперед. Я думаю, Марат должен обыгрывать сейчас. Великолепный передача, удар. Это Вадим Евсеев, оказавшись в пяти метрах от ворот, не смог решить. Такое впечатление, что он потерял то ли позицию, то ли потерял место. Потому что нужно было больше дальше в дальний угол подрезать. Простите за тавтологию. Дальше больше в дальний угол. Но это на самом деле действительно так. Момент у него был просто классный. Он даже мог мяч еще грудью остановить. Защитников не было никого. Явная, абсолютно явная оплошность армейцев. И впервые в этом матче, посмотрите. Видите, вот только сейчас толчок спины. Нарушение правил повтор этого момента на ваших экранах. И стандартное положение в исполнении локомотива. А тем временем у нас еще одно нарушение было. Еще один штрафной. Вот он, удар поворотом. Прекрасно, прекрасный гол. И вы знаете, все-таки Вениамин Мандрикин в этом моменте вытащил мяч. Он здорово сыграл. Какой же сложный мяч. И подстраховали его защитники. Это Руслан Пименов. И он абсолютно правильно высказывает претензии игрокам обороны. Второй-то мяч подбирать нужно. Но как же так, ребята? Правильно, конечно, я вас выручил. Я вытащил мертвый мяч. С близкого расстояния. И все-таки, Олег, я перебью. Руслан Пименов. Перебью. Вадим Евсеев все-таки должен был забивать сам этот. Обратите внимание. В основное время. Напомню, что если ничья в основное время, то два тайма по 15 минут. И выигрывает та команда, которая выигрывает в общем. То есть, если забивается мяч, игра не останавливается. Как говорят, правила золотого года. Гола. Гола. Здесь нет. Да, здесь не срабатывает. Временами показывает. Просто действительно очень классный, интересный, содержательный, атакующий, азартный футбол. Пас. Удар. Из пустых ворот. Ролан Гусев вынимает. Этот мяч выносит, хотя это было не так сложно, но могут рогнуть, ошибиться. Малейшая срезка. И мяч был бы в воротах. Вот локомотив проявил себя. Это как фильм про Чапаева. Где должен быть капитан? Он оказался. Ну, если не на боевом коне, но в том месте, где нужно. Оказался там, где ему нужно было. Розыгрыш. Удар. Прекрасно. Какой хороший, резкий, резанный удар в дальний угол, а? В исполнении Марата Измайлова. Вот в эти минуты седьмой номер локомотива взял игру на себя. И болельщики, и тренеры об этом не пожалели. Может быть, не повезло чуть-чуть парню, но... Все хорошо делал. По-игротски. И не торопится опять Вениамин Мандрыкин. Получается, по-моему, так. Ласьков. Ну что, рискнет бить? Стенка тоже думает, рискнет или не рискнет. Рискнул. Бьет. Неплохо пробил в ближний угол. И Пименов. И... Мяч попадает в штангу. Вот они, друзья, вратарей. Третий раз на сегодняшний матч. Вступает в игру. Казалось бы, что все. Вещу-то уже делаться некуда. Так, ну вот. Или все тут осталось. Вот смотрим момент. Ласьков бьет. Мандрыкин выручает. Пока на поле ничего не происходит, поэтому мы даем вам возможность посмотреть повтор. И вот. Это Мамина. Как-то голень ее, да? Да. Ну и, впрочем, в этой ситуации по-другому было трудно. Мяч, опять же, подпрыгнул. И если бы он, конечно, попал на ногу, он просто бы сетку разорвал. Ударившись о кочку неудачно. Вот это кочка. Да. Может быть, это та кочка и была, как раз. Да, самая кочка. Которая спасла Локомотив. Опять Ласьков. Ох, как сглаживается сейчас. Кименов сейчас на опережение. Вениамин Мандрыкин, вот так иногда, говорят, мог отправиться в командировку, да, мимо мяча пролететь. Но закрыть эту передачу было некому. Нарвег Серхаев на ваших экранах. Недавний прошлый капитан Анжи. А это даже не Пименов. Остался, задержался. Гусев делает передачу через себя. Красиво, эффектно. Но если бы попасть в Творворот, это был бы действительно гол украшения Суперкубка. Дмитрий Кириченко умеет, любит и умеет исполнять такие удары. 15 забитых мячей в 25 матчах в прошлом сезоне на его счету. Учитывая то, что он не отыграл, очень мало игр отыграл в основном составе от звонка, как говорится, до звонка. О 15 сантиметрах нет речи. Удар. Намер. Четко сыграл Мандрыкин. Вениамин Мандрыкин забирает мяч. Давай, давай, пошли вперед. Вот нам показывает удар Ласькова. В общем, Мандрыкин, наверное, последняя, так мы с вами и думали, последняя атака. Дорогие, милые женщины. Мы даже перед вами не извиняемся. Мы благодарим вас за то, что вы отдали предпочтение футболу. И не будете ругаться на своих любимых за то, что они тоже так любят футбол. Все будет. И за столами будем сидеть, и тосты говорить, и цветы, и подарки. Не забивает. Дима Ласьков не забивает. Да. Ох, вы видели, что творится сейчас в секторе, где находятся болельщики ЦСКА. Они слева. Они за другими воротами. И, вы знаете, неудачный пробел. Неудачный пробел. И не по центру. Да. И не в угол. И угадал еще Мандрыкин. Вот я думаю, что как раз это его мастерство. Так, что у нас здесь? Дмитрий Кириченко. Вышедший на замену Дмитрий Кириченко. Он отличается очень поставленным сильным ударом. Наверное, будет бить на силу. Ну и сил-то у него поболее, чем у остальных. Он последний выше. Ну что ж, Сергей Овчинников принимает какие-то такие мелочи. Хитрости футбольные. Говорит, что мяч поставили неправильно. Пытается сбить Дмитрия Кириченко. Ну здесь опыт уже босса. Это прозвище Овчинникова. Хотя, наверное, об этом все знают. Так, немножко подергать. Это выгодно. Это выгодно. Прекрасно. Прекрасно играет Овчинников. Угадал. Нет. Это набирание здесь не считается. Молодец. Ну вот видите. И примерно такой же удар. Нервы. Только нервы. У меня перед ударом Кириченко была такая небольшая мысль в голове проникнула, что Ласьков играл в Ростове. Кириченко играл в Ростове. Я не стал это говорить. Думал, не дай бог. Ростов, Ростов папа? Мафия? Нет, я просто к тому, что вот два парня, которые играли в Ростове, не забили. Да. Так он под левую ногу делает забегание. Короткий разбег, удар. И не попадает вообще в ворота. Да, ребята дорогие. Ну так мы с вами можем за столы-то и не попасть. Надо как-то собраться. Пора уже. Попадай в угол, конечно бы Мандрикин натянулся, но попадай, ведь он-то не попал. Якобы Лексетов вообще не попал в ворот. Я по-прежнему 1-1. Самодин, молодой парень. Нет, здесь без вариантов. Молодец парень. Молодой, но спокойный решил. По пенальти 1-0. По игре 2-1. Но здесь никак уже Сергей Овчинников команду бы не выручил. Даже если бы угадал, такие мячи не берутся слишком. Близкое расстояние. В общем, это невозможно. Посмотрите, какой хороший удар. У ЦСКА преимущество небольшое. Посмотрите, что делает Мандрикин. Я думаю, что... Видите, я вот так хотел, чтобы Вениамин Мандрикин показал свое мастерство, потому что чувствовал и видел, что парень в форме находится. Для вратаря это тоже очень важно, безусловно. И он выручает команду. Во второй раз. Это что, третий пенальти? Да. Третий пенальти не сбивает Локомотив. Ну и опять, конечно, не лучшим образом был пробит этот пенальти и исполнен. Но вся надежда вот сейчас на Сережу. Да. Договорились. Евсиков. Ну а здесь уже мастерство. Овчинников. Сергей Овчинников. Хотя надо сказать, что футболисты... Что-то совсем плохо бьют пенальти. Совсем плохо бьют пенальти. Видимо, так устали или так нервничают. Может, не тренировали. Может быть, Джуны уже предупредили, что хватит. Так наоборот, тогда Есиков должен был задеть, чтобы быстрее все это закончилось. Побыстрее возвращайтесь. Мы вас ждем. Ну и Овчинников молодец. Переиграет? Переиграл. Да. Спокойно. Достаточно спокойно. Ничейным становится счет. Но, тем не менее, у ЦСКА преимущество. В один удар. Да, в один удар. В один удар. В один удар начинали позже. Счет стал ничейным. 2-2. С Соломатином перегрел. Соломатин играл в Локомотиве, поэтому он прекрасно знает по команде этого футболиста Андрея. Выяснилось, что не знает. Мне показалось, что просто мяч летит мимо. Мне тоже показалось. Такое впечатление сложилось, что мяч не попадает в ворота. 3-2. Соломатин выводит ЦСКА вперед. Ну что, последние удары. Да, причем очень хорошо он развел. Сергей и мяч по разным углам. Посмотрите. Спокойно. В угол. Честно. Если Пименов не забивает, то ЦСКА выигрывает в Суперкубик. Ой-ой-ой. Просто поиздевался. Просто поиздевался Пименов. Хорош, конечно. Спокойно. Ничего не скажешь. Улыбается. Наверное, это подарок кому-то. Такое, да, интересное. Но такого я не видел давно. Посмотрите, что он сделал. Подсек мяч. Такое впечатление, что мы сейчас находимся на показателе матча каком-то. Да. Бывают такие матчи, показатели. Это играют для себя. Как джазмены иногда. Так. Ну и вот капитан ЦСКА Ролан Гусев. Все в его руках, все в его ногах. Мы не будем вспоминать, да? Причем от Миры в том, что звезды не забивали, да? Да, да, да. Сейчас просто смотрим на Ролана Гусева и на Сережу Овчинникова. Нет. Ребята, дорогие. Оказывается, еще не все. Или девушки, дорогие. Простите. Все продолжается. Девушки, жены. И я хочу сказать огромное спасибо руководителям телеканала «Россия» за то, что они дают возможности этот матч продолжить до конца. Несмотря на праздничный день, несмотря на то, что сетка телевизионного вещания уже изменится, она поменяется. Но все равно поздравления, уважаемые наши любимые женщины, вам будут останутся. В том числе, наверное, от футболистов за то, что они так стараются не покидать поле, порадовать вас своей игрой. Сергей Игнашевич. Ну, теперь кто не забил? До первого пробуха. Да, до первого пробуха. С мясом, что называется. Просто проломил Вениамина Мандрыкина Игнашевич, но победителей не судят в данном случае. Не спеша, теперь уже все не спеша делает Сергей Овчинников. Переиграет? Переиграл. Значит, все продолжается. Значит, опять до первого пробуха. Это уже по шесть футболистов исполнило. Одиннадцатиметровые. Да, сейчас седьмые выйдут. Олег Пашинин. По центру, но пробивает. Попадает в ворота. Сейчас Мандрыкин уже стал гадать. Нас спрашивает корреспондент, будет ли интервью после матча. Мы, к сожалению, этого не знаем. Армейские болельщики в ожидании. Ничья в матче ЦСКА Локомотив. И после матча и пенальти уже вторая серия. И вот это победа. На этом все. Ну что же, уважаемые телезрители, мы поздравляем наших женщин. В какой-то степени приносим им извинения за то, что мы чуть задержали их мужей, любимых, на этом футболе. Но что делать, такова жизнь. И поздравляем футболистов Локомотива с победой в историческом матче в первом розыгрыше Суперкубка российской футбольной премьер-лиги. Я благодарю всех, кто организовал этот матч. Я благодарю всех, кто организовал эту трансляцию. Еще раз поздравляю железнодорожников и болельщиков с победой. Для вас комментировали Дмитрий Градиленко и Олег Жолобов. До свидания. С праздником, дорогие женщины. С праздником вас. До свидания.